Здравствуйте! Меня зовут Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Сегодня показываю свою любимицу, уникальную пеларгонию Татум. В моей коллекции есть сорт с похожим названием. Роял Татум. Но не путайте, пожалуйста, это совершенно две разные пеларгонии. Роял Татум. Это золотолесник с цветами белыми и розово-персиковым напылением по краю. Очень нарядная пеларгония, но пеларгония стандарт. Пеларгония Татум. Это пеларгония карлик, но может дорасти до размеров стандарта. Посмотрите, какие у неё яркие цветы. Необычной формы. Я не видела ни у одной пеларгонии такой формы лепестков. Вот, посмотрите, пожалуйста, в форме сердечек. Её лепестки. Это нижние, более широкие лепестки. Верхние не такой насыщенный окрас и более узкие. Немножко камера подводит, но вот так вот покажет настоящий цвет, реальный цвет её лепестков. Как вы можете видеть, ярко-красный край лепестков, который ближе к серединке переходит в ярко-розовый, и центр цветка белый. На фото в интернете вы можете увидеть этот сорт с более тонкой каймой по краю листа. У меня тоже была такая, когда растение стояло под лампой зимой, а сейчас вот на дворе октябрь. И посмотрите, какой насыщенный цвет, какая интенсивность окраски. Многим известен сайт Фрау Флора, на котором вы можете подчеркнуть информацию про разные сорта пеларгоний. По поводу сорта Тату, там опубликована информация, с которой я не могу согласиться. Первое утверждение, что у сорта Тату малиновая кайма по краю. Как вы можете видеть, она достаточно яркая, но ярко-красная. И причём ярко-красный окрас я видела всегда. Второе утверждение, что этот сорт растёт очень медленно и по размеру как микро-микро. Совершенно не согласна с этим, может расти очень быстро. Зимой, когда приехала Тату, стала расти под лампой настолько быстро, что я переживала, что вырастет огромный стандартный куст. Но после того, как я сняла два черенка, развитие затормозилось. И получается полгода это растение у меня не цвело. И вот только к октябрю показала свои цветочки. Сейчас цветы не очень крупные, в размере до 4 сантиметров. А вообще у этого сорта очень крупные цветы, которые сопоставимы с размером листа. Но я сейчас объясню, по какой причине цветы не очень крупные. Вот посмотрите, второе соцветие и третье соцветие. И в связи с этим цветы не очень крупные, потому что растение одновременно набрало 3 соцветия. Поэтому, если вы хотите получить более крупные цветы, выщипывайте цветоносы. И тогда цветы в том соцвете или в тех соцветиях, которые расцветут, будут более крупными. И еще у этого растения вы можете заметить, что ствол такой толстенький. В совокупности толстенький ствол и гладкие блестящие темно-зеленые листья могут свидетельствовать о крепком здоровье этого сорта. И также о том, что в его родословной есть дикая кровь, дикорастущие пеларгонии. Посмотрите, какой красивый ковер листьев получился у пеларгонии Тату. И еще пеларгония Тату очень любит цвести. У меня под лампой цвела очень часто. На втором месте по желанию цвести после пеларгонии Пассат. На моем канале есть ролик про пеларгонию Пассат. Если вы не видели, смотрите, пожалуйста. Это очень красивый сорт. Ссылка будет в описании. Да, цветов в соцветии не очень много. Но этот недостаток компенсируется тем, что цветы у Тату очень крупные. И пеларгония очень любит цвести. Что я могу еще сказать про этот сорт? Я могу только рекомендовать этот сорт, в том числе начинающим. Потому что пеларгония Тату не была замечена мною в капризах. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Подписывайтесь на канале. До новых встреч!